Я недавно в Большой Театр ходил, это на Ромео Джульетту, и сидел в восьмом ряду в проходе. Не, ну там такое окружение театральное. Правда, рядом со мной был парень, такой не балетных габаритов, бритый. А справа от меня, значит, англичанин, потому что он сказал «excuse me», когда мне обе ноги отдавил. Ну, значит, мы сидим, оркестр это пиликает, настраивает инструменты. Вдруг этот бритый поворачивается ко мне и говорит «шибко орут». Я говорю «ну, они настроятся, перестанут». Тогда он повернулся лицом к англичанину и говорит «шибко орут». Англичанин говорит «excuse me, я плохо говорить по-русски». Бритый говорит «да ты я вижу и по-английски-то». Не очень. Ну, зазвучала увертюра, подняли занавес, на сцене стала видна площадь Вероны, замки, дворцы. И вдруг этот бритый опять поворачивается ко мне и говорит «слышь, а где же озеро?» Я говорю «какое озеро?» Он говорит «лебединое». Я говорю «причем тут озеро? Это же Ромео и Джульетто». Он говорит «ты видал, за такие бабки Ромео и Джульетто без озеро?» В это время на сцене началась драка между Монтекки и Капулетти. Бритый опять повернулся ко мне, толкнул меня локтем и говорит «из-за чего разборка?» Я говорю «это по музыке так написано?» Говорит «да я вижу, блин, если б не музыка, они вообще б друг друга замочили». Я говорю «слуша, давай смотреть, а?» Говорит «ну как хочешь смотреть, так смотреть». Повернулся лицом к англичанину и говорит «every time во время еды во рту нарушается кислотно-числочной балак». Англичанин говорит «yes, yes, every time». В этот момент мужчина, который сидел впереди нас, вдруг так громко крикнул «браво!» Даже я вздрогнул. Бритый достал из кармана ножичек, сказал «слышь ты, еще раз так гаркнешь, и не узнаю, с чем все кончилось». Он говорит «что вы имеете в виду?» Он говорит «а вот я что имею, то сейчас и в виду». Мужчина сказал «понял» и больше браво до конца балета не кричал. Ну дали занавес, мы пошли в антракте в буфет, там Бритый догнал меня и спросил «слушай, а ничего, ногами так все время дрыгать будут?» «Петь когда начнут?» Я говорю «это же балет там все чувства выражают движениями». Говорит «не скажи». У меня дружбан в казино ходил, бабки заплатил, балерина спела. Мы вернулись в зрительный зал, второе отделение он начал уже во всеоружии, потому что в антракте очевидно прочитал либретто, и показывая на толстую кормилицу шепнул мне «Джульетта». Я ему шепчу «Джульетте 13 лет». Он говорил «понял, статья 119». Пункт второй. В это время, значит, Тибальд смертельно ранил Меркуцию, и тот начал свой прощальный танец на глазах у изумленных участников трагедии. Брит опять меня толкнул локтем и говорит «смотри, стоят, блин, зенки таращат». А этот Ромео, он действительно такой могучий? Или ему туда в кольцо на что подкладывают? Я даже не нашел, что ответить. Дали за ночь, мы опять пошли в буфет. В буфете он догнал меня уже с бутылкой коньяку и двумя пустыми стаканами. Слушай, говорит «Давай тяпнем за здоровье Ромки с Джулией». «За композитора, давай тяпнем». «Как ты говоришь его?» Я говорю «Прокофьев». «Ну, про кофе, так про кофе». «Кофе, якобы с аромат лучше начала дня». И осушил стакан. Мы вернулись в зрительный зал. Там он ни слова не говоря повернулся лицом к англичанину и дыхнул на него. Англичанин замахал рукой. Он говорит «Я же тебе говорю, кислотно-селочной баланс нарушился, блин». Англичанин говорит «О, блин, икра, водка». Он говорит «Ну, видишь, соображать начал». И добавил «Ик, скьюзми». Англичанин сказал «Эври тайм, блин». В это время, значит, Ромео вытащил яд. И по лицу Бритова я понял, что сейчас произойдет что-то неотвратимое. Но я даже не успел его схватить за руку. Он встал во весь рост и заорал «Не пей, Ромка, козленочком станешь». Ромео пронес яд мимо рта. И Джульетта начала делать фуете. Половину сделала, сковырнулась, досрочно закололась. Бритый сказал «Жалко куклу, с ней бы еще жить да жить». В какое-то время, значит, на сцене Монтехи и Капулетти уже подали друг другу руки. К нам подошла контролерша и сказала «Если вы не прекратите, я сейчас вызову милицию». Он говорит «Вы там, блин, людей мочите, а милицию ко мне...» А к нам по проходу уже действительно двигалась охрана. Мы сняли с места, выбежали на улицу. На улице я уже спрашиваю «А чего тебе вообще привело в театр?» Он говорит «Понимаешь, от братвы прятался, она ведь меня где хочет найдет, но только не в театре».